Шагай вперед, комсомольское племя. 29 октября в Новомихайловском доме культуры «Юность» отметили 98-ю годовщину Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. На праздники собрались жители поселения, представители администрации Коммунистической партии Российской Федерации. Наш корреспондент Игорь Хворостянов расскажет подробности. Коммунистический союз молодежи – одна из самых крупных молодежных организаций в истории. Идеи комсомола несли в себе патриотизм, сплоченность, взаимопомощь. Через ВЛКСМ прошел почти весь советский народ. Комсомольцы поднимали целину, восстанавливали страну после Великой Отечественной войны. Всегда были впереди всех. Из 7 тысяч героев Советского Союза больше половины – комсомольцы. На сегодняшний день наиболее крупными в России идейными правоприемниками ВЛКСМ являются Российский Коммунистический Союз Молодежи и Ленинский Коммунистический Союз Молодежи РФ. Хотелось бы пожелать, чтобы мы начали работу по оживлению комсомола. Комсомол – это замечательно. Это для молодежи школа. Это все знают. Так надо идти по этому пути. Отделения ВЛКСМ работали на территории всего СССР, в том числе в Новомихайловском. Сегодня для ветеранов комсомола этот праздник в некоторой степени профессиональный. И в Доме культуры «Юность» старшее поколение, глядя на художественные номера, слушая ведущих, вспоминает свою бравую активную молодость в ВЛКСМ. На сцене местные художественные коллективы и воспитанники детской школы искусств. Концертный репертуар праздника в честь Дня Комсомола очень разнообразный. От хорового исполнения народных песен до национальной адыгейской музыки и танца. Изъявили желание наши жители отметить этот праздник. Все, кто помнит, что такое комсомол, кто такие комсомольцы, все, кто помнит свою юность, решили встретиться с ней. Поэтому мы с удовольствием дарим концерт всем, кто был комсомольцем, кто знает, что это такое и к чему это обязывало. Традиции и идеи комсомольского движения актуальны и в наше время. Первый секретарь Туапсинского районного комитета Коммунистической партии России Валерий Александров отметил, что комсомол необходимо оживлять. Это лучшая жизненная школа для молодого поколения. Наша Михайловка, она чем знаменательна, что здесь, ведь она является местом, где начал строиться Орленок в Михайловке. Это пионерский говорится, как Орленок. Поэтому многие люди, которые приехали в 60-х годах строить его, теперь остались жить и живут здесь. Они вырастили своих детей, внуков растят. Вот так что мы не зря это проводим. Игорь Хворостянов, Дмитрий Гришин, телеканал Орленок ТВ